Всем привет, друзья! Это Тюремный Архитектор, и, к сожалению, у нас совершенно нет времени, потому что сегодня мы обязательно должны построить ещё одну тюрьму. И это не будет прям полноценная новая тюрьма, это будет ещё одна тюрьма в тюрьме. Дело в том, что у нас есть целых два режима, которые мы должны полностью изолировать друг от друга. Первый режим — это тайные информаторы, их должны мы просто-напросто спасать от других заключённых, потому что их все терпеть не могут, и их очень часто избивают, и, блин, их просто хотят убить. Иногда даже у них появляется прицельчик, якобы их ранее, сейчас уже вот-вот убьют. Но есть одна маленькая проблема, после того, как мы их изолировали полностью от всех заключённых, у нас обзор 0%. Вот видите, справа посередине — это все наши тайные информаторы, да, их, в принципе, достаточно много, но у них 0 обзора, то есть они вообще ни черта не знают. Кроме вот этого человечка, да, сейчас я вижу 0% написано, но ещё парочку секунд назад было, по-моему, 25%. И это потому, что до этого момента он был в общем режиме, значит, чтобы наши информаторы давали нам хоть какую-то информацию, мы должны их впустить в тюрьму полностью, чтобы они жили как нормальные заключённые. И только тогда от них будет польза, а то сейчас их даже нет смысла звать на допрос, они, ну, ничего они не знают. Поэтому, возможно, вот как мы сегодня поступим. Мы всё-таки не будем делать отдельную тюрьму прям полностью своим двориком, столовой и так далее, это сильно жирно. Хоть и у нас, в принципе, высокий доход, мы сделаем немножко по-другому. Мы сделаем небольшое помещение, где будет, ну, прям камер, наверное, 5-6 максимум. И делаем следующим образом, переходим в размещение, и этот блок теперь у нас только для суперстрогого режима. На самом деле, по большей части, эти самые камеры будут похожи на картер, потому что, ну, реально, мы их там просто запрём и выпускать никуда не будем. Большущая драка, одна смерть и заключённые просто-напросто уже совсем потеряли страх. Что за драки, они серьёзно, ну, они просто берут и бьют офицеров, это нормально или нет? Не знаю, как по-другому их наказывать. Скорее всего, в скором будущем мы сделаем так, что за нападение на офицера мы их будем переводить в суперстрогие режимы. Возможно, из-за этого они будут бояться, но, слушай, у нас всё равно большущий блок под этих самых суперстрогих заключённых, и давай реально так сделаем. Политика тюрьмы, нападение на персонал и безопасность максимальная. Теперь, если заключённый поднимет руку на офицера, всё, он сразу будет изолирован от всей тюрьмы, и добро пожаловать в отдельный блок, который теперь на самом деле стоит усилить. Давайте, наверное, из-за тюрьмы снимем парочку вооружённых офицеров и переместим их в тот блок новый. В принципе, теперь самые строгие заключённые у нас находятся вот здесь. Вот, если мы их будем держать под контролем, то, возможно, у нас и бунта никогда не будет. Ну, а чтобы бунта уж точно никогда не было, надо следить за нуждами наших заключённых, и... Опять нужда в семье, да что ж вы будете делать-то, а? Устанавливаем ещё кучу токсофонов, прям в ряд, и не волнуйтесь, я уже всех их подрубил к прослушке. Надеюсь, теперь-то эта нужда уйдёт. Ну, я правда хочу, чтобы заключённые чувствовали в нашей тюрьме себя комфортно. Ещё одна очередная проблема, которая появилась, скорее всего, из-за того, что я поменял немножко расписание. Свобода, и да, заключённые жалуются на свободу. Как по мне, так по-моему, они уж сильно офигели. Даже в тюрьме заключённые хотят чувствовать некоторый уровень свободы. Для удовлетворения этой потребности можно предусмотреть в режиме больше свободного времени для прогулки по двору. А вот как раз, по-моему, дворика у меня в расписании нет, я про него забыл. Ну, как забыл, по-моему, специально не добавил, и здесь нету, подожди. А, вот он, дворик, какой он незаметный, а? Хорошо, без проблем, добавляем его в расписание, и даже сделаем немножко по-другому, вот так вот, чтобы точные режимы не пересекались. Итак, мы с вами уже подумали об общих нуждах, а теперь займёмся тайными заключёнными, вернее, тайными информаторами. Как вы уже успели заметить, кладбище я просто-напросто снёс, я рассчитил это место для тюрьмы в тюрьме. То есть, понимаете, дворик, кухня, все дела. Ну, и теперь-то мы с вами решили, что нам не стоит так сильно заморачиваться, просто построим ещё один маленький блок. В принципе, как всегда, строю чуть-чуть больше, чем требуется, и вот те самые камеры для наших опасных заключённых, ну, то есть тех, кого прямо сейчас уже убьют. Такого количества камер будет вполне достаточно, и пока я всё это строил, я про кое-что забыл. Дело в том, что этот самый блок я хотел разделить на две части. В одной части будут сидеть те самые тайные информаторы, кого вот-вот убьют, а во второй части... Я забыл, я правда забыл их. Я вообще хотел одеретить самые два корпуса, то есть будут два отдельных здания и одни тайные информаторы, а другие... Вот, блин, ребят, как только я вспомню, так я скажу вам. А пока вы можете предположить в комментариях, о чём я забыл. И сразу говорю, это не смертники, это точно не смертники. Да смертников нам ещё, ну, очень-очень далеко. Ах, точно, я вспомнил, что же я хотел сделать. Расширить дворик, потому что у нас до этого был, ну, вообще какой-то малюсенький дворик для 150 человек. Кстати, почему у нас всё же 150 заключённых? Неужели у нас закрыто прибытие? Нет, заполнить до 201 прибытия через 15 часов. Вы чё, 201? Это много, подожди. Первым делом мы должны избавиться от заключённых, которые находятся в защитном заключении. Надеюсь, никакой тавтологии не было. Дело в том, что теперь мы их будем переводить в защитное заключение только тогда, когда они будут в опасности, а не просто так. Всё отлично, теперь защитных заключённых у нас просто-напросто нету. И мы выделяем, что вот этот полностью новый блок специально для них. И подожди, а почему я теперь могу выделить, что это только камеру? Просто вот здесь, смотри, я могу выделить только весь блок полностью, что это для защитных заключённых, а вот здесь только по камерам. Ребят, я чуть не понял, как и от чего это зависит. Логичное объяснение здесь только одно. Эти камеры больше, чем эти. Здесь 3х3, а здесь 3х2. Возможно, все проблемы были из-за этого. Окей, нам без разницы, давай посмотрим. Возможно, кто-то прямо сейчас находится в опасности. И, в принципе, написано вот здесь, вот, взрыв мозга. Но я как бы не знаю, что это значит. Хотя нет, я знаю, что это значит. Смотри, мы увидим уже 2 прицельчика. Окей, теперь этих ребят мы переносим вот в тот отдельный блок. Ну, конечно, добавили мы себе работёнки. Намного легче было бы во время такой агрессии на них просто их изолировать в карцер. И всё, ни у кого бы проблем не было. Всё было хорошо, никто никого не трогал. Как вдруг, опа, и почему-то вот этим ребятам некуда идти. И одно бы дело, если бы я чё-то сделал. Брал там случайно парочку камер и так далее. Но я, правда, ничего не делал. Я просто строил дворики. Опачки, подк... А, господи. Когда-нибудь в нашей тюрьме выйдет реальный подкоп? А то эти ложные тревоги уже задолбались. Серьёзно. Так, ладно, не об этом. Ребята, вы стойте здесь, получается. Я, в принципе, могу вас спасти. У вас два варианта. Я могу вас отправить в защищённое заключение. Либо, наоборот, отправить в суперстрогий режим. Решайте. У нас, в итоге, было очень много особенного места. Я всё это место хотел отдать под дворик. Так и будет. Но мы, скорее всего, разделим этот дворик на две, а может быть, даже на три части. Если мы делим на две части, то вот эта зона общая. А вот эта только для суперстрогих заключённых, чтобы они не пересекались с другим режимом. А если мы делим на три части, то тут, я думаю, очевидно. Вот эту часть мы отделяем для защищённого заключения. Ну, я, в принципе, думаю, не надо этого делать. Выделяем то, что вот это всё у нас отныне дворик. Но, одно маленькое но. Вот это только суперстрогие режимы. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я кое-что забыл. В прошлой же серии мы полностью снесли все тренажёры. Потому что так захотело наше правительство, да. И дело в том, что я немножко тут забыл их вернуть на место. Потому что тренажёры, они это очень важные штучки. Я специально прождал ещё целый день. И знаете что? Драк реально стал намного меньше. Похоже, после того, как мы ужесточили наказание за нападение на персонал, заключённые реально просто-напросто боятся бить офицеров. На 100% мы убедимся чуть-чуть попозже. Но пока что обыск. Потому что контрабанда постоянно попадает в тюрьму. И с этим, ну, очень сложно бороться. Не-не-не-не-не-не-не-не. Братишка, у меня были совершенно другие планы. Только не мешай мне, пожалуйста. Начальник тюрьмы. Один из наших более харизматичных заключенных стал кем-то вроде проповедника. И другие, кажется, меняют из-за него образ мышления. Серьёзной проблемой это не назовёшь. Но в скором времени заключенные будут больше нуждаться в духовной потребности. Так, я, в принципе, буквально парочку минут назад без записи сделал вот что. Я почти в каждую камеру добавил книжные полки. Так что я, в принципе, об этом позаботился. И опять прикол. Некоторым людям просто-напросто нет места. А вот теперь всё хорошо. У нас тут кое-кто освободился. Нифига себе, сразу три заключенных прошли УДО. И это просто 9 тысяч долларов с ничего. Так-так-так-так, только что произошла драка. И... Ага, это у нас, по-моему, обычный режим. И... В чём прикол? А, вот из-за чего драка пришла. Почему... Почему ты... Супер строгий режим делаешь в общей столовой? Я не понял. Супер строгий режим. У них сейчас вообще изоляция. Чё? Я точно ничего не перепутал? Да, это супер строгий режим. Да, у них по расписанию... Изоляция. Сейчас, смотрите, изоляция причём идёт очень давно. Я могу смело предположить, что драка произошла именно из-за него. Но... А как с этим бороться-то, ребята, если даже... Он не по расписанию? Всё равно находится в столовой. Постоянно следим за нашими информаторами. Потому что, если что, мы их должны быстренько изолировать. А вот тебя... Мы должны просто-напросто посидеть в карте. Потому что ты с нами ещё не сотрудничаешь. Духовное наставление. А это, по-моему, именно то, что нам требуется. Ну, вы же помните, прям секунду назад нам позвонил директор и сказал, что в нашей тюрьме что-то происходит вот прям такое религиозное. Так вот, некоторые заключённые верующие или нуждаются в духовности. Приведите духовного лидера из местной коммуны, чтобы наставить их путём молитв и внушать успокоение вашим заключённым. Звучит неплохо, я, в принципе, могу начать эту терапию. Эта самая программа будет действовать с четырёх до шести. Я специально дождался этого момента, чтобы посмотреть, как наши заключённые собираются в часовне. Потому что это достаточно такой значимый момент. Вот у нас тот самый духовный лидер. Да, он такой своеобразный персонаж. На него я, к сожалению, не могу нажать, посмотреть его характеристики. Но всё равно смотрится довольно-таки забавно. И заключённый, надеюсь, реально будет слушать его, просвещаться и успокаиваться. Самое важное. И на такой вот религиозной ноте мы будем заканчивать. Нашу сегодняшнюю серию, по-моему, всё прошло ну крайне хорошо. Если бы кто-то не дрался. И что за дела? В церкви, в церкви подраться. Да ладно? Я точно слышал выстрелы. Ну да, потому что я включил режим на поражение. Стрелять. Давай-ка его отключу на всякий случай. Потому что я не хочу, чтобы в нашей тюрьме было уж слишком много убийств. Изоляция у этого режима. Ты сейчас должен быть в камере. Почему? Я по... У меня нет слов, ребята. Как это действует? Ему сказано сидеть в камере. Он выходит. Офицеры ничего не делают. И я-то что могу сделать? В общем, ребята, кажется, мне нужна ваша помощь. Почему заключённые просто-напросто нарушают, нагло нарушают режим? Жду ваших советов в комментариях. И заранее вам большое спасибо за помощь. Я желаю вам только одного. Это огромные удачи. И до новых встреч на моём канале. Всем пока. Пока.